Зоя Васильевна, я готовилась к нашей встрече, читала одно из ваших недавно вышедших интервью и вы сказали там следующее, я в конце этого года намерена уйти на пенсию, мне 82 года, это уже неприлично, уходить нужно тогда, когда люди вокруг тебя не мечтают об этом. Меня в этой фразе абсолютно поразили две вещи. Первое, что вы собираетесь уйти и оставить ваше детище библиотеку, в которой вы провели почти 36 лет, и второе, что вам 82, потому что я думала, что вам гораздо меньше. Ну, спасибо такой задамский комплимент, но годы есть годы, и я глубоко уверена, что человек сознательно должен добровольно принимать решения, когда заканчивать свою карьеру. Как бы там вы не говорили мне хорошие слова о том, что я выгружу моложе, но возраст есть возраст, и пока ты полон сил, пока ты можешь генерировать новые идеи, ты должен оставаться на своем месте, но помнить, что есть красная черта, за которую переходить не надо. И такое решение я для себя приняла. Не жалко оставлять? Жалко, конечно. Я буду страдать. Это великая трагедия будет в моей жизни. Люди все проходят через это. Я себя готовлю к этому. Философски отношусь. У меня много хобби. Я знаю, что я буду делать в другой своей части жизни. Но это будет тяжело, я не скрываю. Чем вы планируете заняться? Ведь очень много времени свободного будет. Да, ну я надеюсь, что я буду принимать участие в работе Петербургского библиотечного общества. А вдруг меня оставят президентом. Я президент Петербургского библиотечного общества, где я могла бы быть полезна. И много еще различных планов. Я надеюсь на это, что я не оторвусь от библиотечного сообщества. Буду им полезна, буду там занята. Ну, потом у меня есть дача, есть увлечения всякие садовые. И есть масса вещей, которые я люблю в своей жизни. Читать, встречаться с друзьями, заниматься спортом. Есть чем заниматься. Кому вы оставите все то, что создавали здесь долгие годы? Ну, как нормальный директор я готовила, конечно, заместителя постепенно, долгие годы. Но это не я буду решать. Мое заявление поступит в Комитет по культуре, в Смольной. Его рассмотрят, рассмотрят все кандидатуры, которые я предложу, и будет принято решение. Я намерена, что в конце Нового года я пойду в Комитет и буду говорить об этом. Попрошу единственное, чтобы в феврале провести итоговое свое совещание, как я всегда делаю. Подвести итоги работы библиотек, особенно после реконструкции, открытий, есть о чем поговорить. И спокойно уйти. Я все равно не очень понимаю, как можно себя подготовить и с собой договориться о том, что этот уход, что это не драма, а просто нормальное продолжение жизни. Это драма, но с которой я собираюсь справиться. Как, Зоя Васильевна? Ну, так. От этого еще никто не умер. Хотя мужчины, как правило, умирают, когда они заканчивают свою полноценную такую карьеру. Очень многие ломаются, и все трагично происходит. Мы сильные женщины, мы по-другому устроены. И все будет хорошо. Зоя Васильевна, поскольку библиотека действительно очень модная, и сегодня в век новых технологий все быстро меняется, и телелифты, и много-много всего виртуального, я порой ловлю себя на мысли, что я не успеваю. Как вы за всем этим успеваете следить и во всем разбираться? Ну, я не одна, я уже говорила. Я директор, который умеет делегировать свои полномочия специалистам, которые вот тут рядом со мной стоят. У меня очень сильные технические службы, службы поддержки IT достаточно большие. Поэтому вся команда разрабатывает эти концепции новой библиотеки. Читатель входит в нашу библиотеку. Вы видите, что есть возможность, если у тебя в руках есть даже читательский билет, пройти библиотеку, пройти в гардероб, который уже автоматический гардероб, где нет злых теток и стариков, которые делают бесконечные замечания. Если ты хочешь не встречаться с библиотекарем, ты можешь осуществовать сдачу книг прямо через боксы. Ты можешь забрать забронированные книги. Вы сказали слово телелив. Да, в нашей библиотеке есть телелив с тем, чтобы наши женщины, работающие здесь, не бегали по библиотеке, не таскали тяжести. Телелив проходит через все помещения библиотеки. Это доставляет удовольствие и библиотекарям, и оперативно обслуживать наших читателей. Сделано все возможное, чтобы было легко работать нашему коллективу, чтобы вы недолго ждали своих заказов, чтобы вы имели комфортную обстановку здесь. Вы не скучаете по тем библиотекам, где не было телелифтов, где просто можно было под желтой лампой сидеть и что-то читать? Нет. Мы не скучаем. Мы не скучаем. Жизнь меняется, и вы стали другие. У вас очень мало времени у всех. Вы заняты. И придя в библиотеку, вы хотите оперативно получить информацию. А мы делаем все возможное для того, чтобы это осуществить. Мы готовы сегодня показать наш дата-центр уникальнейший. Мы не затрагивали с вами такую тему, что все библиотеки города, 196, объединены в корпорацию. Мы работаем по единым правилам. Мы работаем по единому читательскому билету. У нас единая база читателей, единая книговыдача. Если вы где-то должник какой-то библиотеки, и придете к нам, мы сразу видим это. Вы видите, в какой библиотеке есть эта книга, в какой библиотеке нет этой книги. Если вам неудобно, вы живете в Выборгском районе, а книги нет, мы вам привезем туда. Мы делаем все возможное. Это правда очень удобно, потому что двумя кликами в личном кабинете можно найти все, что угодно. Мы стараемся. Вы сейчас будете ходить по библиотеке. Вы видите, что библиотека выставила все, что только возможно в открытом доступе. Я не устаю повторять. Мы делаем все, чтобы вам было у нас хорошо. Как менялся читатель? Что вы можете об этом сказать? Когда я пришла сюда, в эту библиотеку, в 1987 году, у нас очереди для того, чтобы попасть в читальный зал на абонемент, стояли Данечкова моста. И кто это стоял? Это стояло студенчество. 70% из стоявших нам и желающих попасть, это было студенчество, поскольку библиотеки в университетах, институтах были очень слабенькие, а нужна была информация, нужны были учебники. Ну, такое время было тяжелое, это 90-е годы. А нас, слава богу, нормально выделяли средства, и мы закупали для них учебники для различных вузов, и мы были востребованы, мы были необходимы. Постепенно время менялось. Сейчас учебные библиотеки при институтах, университетах достаточно мощные. Мы не забываем о том, что появился интернет, в котором все вы чувствуете себя великолепно и свободно, и считаете, что ничего и не надо больше, кроме интернета. Но это достаточно спорная вещь, мы можем тоже об этом поговорить. Наш состав читателей начал постепенно меняться. Молодежь не ушла от нас, но ее стало 37-40%. Дальше идет группа, что называется, взрослых людей от 30 до 55 лет. Очень большая группа пенсионеров, которые не могут свою жизнь представить без чтения. Это как диагноз. Если у тебя нет книги, если ты не читаешь, ты не живешь. Ну, и часть подростков. Вот так меняется наш читатель. Меняются их потребности. Процент художественной литературы, как вы все предлагаете, наверное, к вам ходит за художественной литературой. Он составляет всего лишь 37-40%. Очень востребована литература по истории, искусству очень много. Второе место, оно это, конечно, занимает искусство. Искусство, история, экономика, психология, здоровье. Все помешаны сейчас на этом. Вот, часть, конечно, детской литературы. Но меняются запросы читательские абсолютно точно. Но, с другой стороны, если мы говорим о художественной литературе, то, наверное, сегодня ее больше читают в электронном виде. Хотя я как раз, вот вы сказали, что вы все любите свои интернеты. Я в этом смысле старовер. Я не могу читать книгу в электронном виде, только бумажную. Что чтение литературы сейчас в процентном отношении превышает чтение печатных книг. Мы комплектуем где-то достаточно большие суммы книги покупаем, где-то на 11 миллионов. А на 12 миллионов это у нас периодика. И 14 миллионов это электронные базы данных. Но электронные базы данных, это две из них художественные. А остальные это все-таки отраслевые философия, экономика, опять же, искусство, здоровье. Они очень востребованы. Но если в процентном отношении, то это так, 60% книги, 40% это электронный вид чтения и получения информации. Но очень востребовано литературы, букмейт, а получив билет, единый билет в библиотеку, мы предоставляем эти вещи абсолютно бесплатно. А вы больше читаете электронные версии книг или все-таки вы почитаете бумажные? Ну, я бы сказала так, 50 на 50. Когда мне некогда ждать, когда выйдет в печатном виде книга, а мне очень хочется почитать, я открываю свой телефон и начинаю там читать. В наш век цифровизации, когда все стремительно меняется, когда есть запрос на быстрое получение информации, это чтение книги в печатном варианте, оно уходит на второй план или нет? Потому что, знаете, еще 10 лет назад все кричали, что печатная книга будет вытеснена айпэдом и электронной версией. Но вроде как мы не видим этого вытеснения. Я должна вас разочаровать или порадовать. Весь мир опять потихонечку возвращается к печатной книге. Вот ощущение тактильное, что ты держишь в руку книгу, запах, буквы. И уже все психологи давным-давно доказали, что восприятие, эмоциональное состояние после чтения бумажной книги гораздо ярче, чем это в электронном варианте. Меня очень часто спрашивают, зачем сейчас к вам люди ходят в библиотеку. И мы без конца, конечно, анализируем и смотрим. Особенно в это обновленное пространство. Ну, в основном, конечно, к нам идут за книгой. Но мы сейчас развиваем очень много событийных мероприятий. Этот зал наполнен. Три-четыре мероприятия проходят в нем. И где-то 24% людей приходят к нам на лекции, на встречи, на клубы. Но мы это все делаем через книгу, чтобы человек не забывал, что надо читать. И все эти мероприятия, они не бездушные, не оторванные от книги, а именно связанные с книгой. Вот 24% приходят к нам на мероприятия. Около 20% приходят для самостоятельной работы. Они приходят, садятся к нам за компьютеры. Wi-Fi бесплатен. Прекрасные места, тишина. Когда ты сидишь и смотришь на фонтанку, у тебя какое-то такое хорошее ощущение. Очень достаточно демократичная обстановка. Ну, в конце концов, ты можешь взять кофе, взять бутерброд. Нам часто приходят на 8 часов, снимают свои ботинки лаковые, одевают тапки и сидят и наслаждаются. Да вы что, да? Да. Приходят для встреч со своими девушками, со своими молодыми людьми. Приходят для встреч со своими какими-то партнерами. Им хорошо здесь. Вот такая часть, где-то около 20% использует нас. как коворкинг, а потом они все-таки видят книги, они видят, что здесь жизнь, что здесь очень интересно, интересные люди. И они становятся членами постепенно нашей семьи. Зоя Васильевна, я, конечно, не думала, что мы с вами окажемся на крыше библиотеки имени Маяковского. Но вид, конечно, потрясающий. Это был такой совершенно уникальный проект, поскольку площадь 4000 квадратных метров. Нам нужно было спрятать оборудование, которое шумит, но которое делает жизнь библиотеки комфортной. Система вентиляции, охлаждения, микроклимата. И вот найдено вот такое совершенно необыкновенное решение выносить на кусочек крыши. А это оказалось достаточно уникальное, да еще вот с таким потрясающим видом. Сразу же я для зрителя хочу пояснить, что это звук вентиляционных систем. Мы ничего не можем с ним сделать, но было жалко лишаться возможности здесь постоять и поговорить еще немножко. Вы знаете, если вернуться к книге, мне всегда казалось, что книга – это источник смысла. Как вам кажется, в наше сегодняшнее время, насколько в нем есть эта потребность осознавать сложное или наоборот тенденция к упрощению, в общем, все сметает? Все движется по кругу, все возвращается. И как раз сейчас, я еще раз повторяю, для решения многих внутренних твоих душевных проблем, эмоциональных проблем, обращение к книге – это колоссальная помощь. Мне когда-то уверяли, что библиотека будет не нужна никакая. Один кирпичик, где все закачано, мировое собрание, всего, что написано, этого будет достаточно. Этого нет и никогда не будет. Библиотека всегда будет существовать. По-моему, у Бродского была эта мысль о том, что литературу было бы прекрасно использовать как некую систему страхования именно нравственных ценностей. Я с ним абсолютно согласна. Но, к сожалению, даже в обычной повседневной жизни мы сталкиваемся с какой-то невероятной агрессией, с отсутствием в людях сострадания. И казалось бы, что именно книга как раз это и воспитывает в человеке, но почему-то не работает или не всегда работает. Ну, мы каждый рассматриваем свой какой-то конкретный случай, свою какую-то отдельную практику. Мы не смотрим гораздо шире. Люди разные. И среди нас очень много всяких вариантов отношения к книге, восприятия книги. Мы рассматриваем какие-то частные примеры. Смотрите на это гораздо шире и надейтесь. Мне правда очень нравится ваш оптимизм. Мой возраст, казалось бы, должен говорить о другом, а я верю в хорошее. Вы во многих интервью подчеркиваете, что с самого момента осознания себя как личности вы хотели стать библиотекарем. Как это возможно и кто привил вам эту любовь к книге и чтению? Наверное, с этим рождаются. Мы с вами предварительно говорили, что, к сожалению, я не родилась в Санкт-Петербурге. Я рождалась в городе Великие Луки. Но никто меня не приучал особо к чтению. Это, наверное, на каком-то генном уровне, я не знаю. Я всегда с детства любила читать. Безумно любила читать. И когда я закончила свою школу, передо мной стоял выбор, куда мне идти, поступать в какой институт. Ну, как это принято в семье, что нужно, чтобы ребенок продолжал дальше учиться. Девочка читающая, разумная. И что дальше делать? Явно я не технически продвинутая. Явно я имела такой вот литературный, что называется, уклон и стремление к книгам. И поскольку я была, наверное, самым активным читателем районной Великолугской библиотеки, директор библиотеки увидел меня в очередной раз после того, как я получила аттестат зрелости. Она сказала, ты знаешь, у меня к тебе есть удивительное предложение. Вот в сельской библиотеке на пенсию ушел заведующий. Она в единственном числе. Вот ты, наверное, могла бы. Вот подумай, ты могла бы уехать на село и стать заведующей библиотекой? Я, слушай, ничуть не колебалась-то. Мне было всего 17 лет. Ну, сейчас современные дети 17 лет. Кто куда родителей кого отпускают. Ну, я решила, что я поеду туда. Родители меня туда отвезли, меня поселили одну, сняли мне какую-то вот кровать в доме, набили матрас сеном и подушку сеном, потому что это достаточно тяжелое было время. Это был 57-й год, и я начала работать в сельской библиотеке. Это, пожалуй, был самый такой интересный кусок моей жизни, потому что библиотекарь на селе – это все. Он и организатор театра, он и проводит какие-то избирательные кампании, он ездит по селам, помогает в каких-то решениях, которые сельский совет выдумывает, в переписи участвует, считая, сколько у них коров, сколько у них телят. Это были смешные времена, но это было достаточно интересно, и я отработала там два года, но я понимала, что я должна сделать шаг вперед, и я уехала сюда, в Ленинград, и сразу поступила в институт и начала учиться. Как раз на библиотечное дело, да, вы поступили? Да, на отделение детских библиотек. Я хочу еще несколько вопросов, уточняющих, задать про эти два года, начиная с 57-го, пока вы работали в этой сельской библиотеке. Вы 17-летняя, еще юная, в общем, девушка. Вокруг вас работяги, это, скорее всего, взрослые мужчины и женщины, которые настолько устают каждый день, что книга – это как будто бы что-то не самое важное в жизни. Ваша же задача состояла в том, чтобы прийти к ним и рассказать о важности чтения, как вы это делали и как они на вас реагировали. Я могу вам рассказать свой первый день о появлении в сельской библиотеке. Разнесся слух по деревне. Пришла новая библиотека, что молодая девчонка и достаточно молодых парней, которые работают на селе. Гурьбой двинули посмотреть, что там такое пришло. Они в этот день разгружали силосные огромные ямы. У них коровы, их кормить нужно, закладывается. Силос, вы слышали такое слово силос? Конечно. Когда квасится трава, и запах совершенно специфический. И вот этот человек, 12 парней, моего возраста, ввалились в библиотеку. Это было еще это зрелище. А поскольку мне приходилось топить печки самой, потому что какие там отопления, ничего, нужно было полезть в подвал, достать дрова, затопить печку. Я спустилась в этот подвал при них. Они тут же закрыли крышку. И какое-то время держали, испытывали, что эта библиотека, как она поведет, будет она визжать, плакать. В конце концов мы с ним договорились, крышка была открыта, я вышла, произведена оценка, рассмотрели меня, поговорили со мной. Ну, как-то мы договорились. И впоследствии мы очень дружили, мы ездили по деревням с концертами. Я читала стихи, как драматическая актриса, ставили пьесы. Но это было, правда, чудесное время. Ну, вот молодость, все это воспринималось так, как надо. Надо было ездить на фермы, брать книги и разговаривать с доярками, рассказывать им о книгах, что тебе почитать. И в то же время... Чтобы им рекомендовали прочтение. Ну, всякие любовные романы, детективы. Но так как существовало задание, планов, показателей, нужно и чтобы корова больше удобь приносила, чтобы они читали книжки. И потом, как кормить корову, как ухаживать, как разговаривать. Ну, как всегда, мы же любим всякие задачи идиотские ставить. И мне приходилось уговаривать их брать и эти книги рассматривать, читать. Ну, я делала это с удовольствием, поскольку у меня в руках были хорошие книжки художественные, которые им нравились. Хотя бы одна доярка и друзья ее коровы. Но всегда хочется романтики, светлых чувств. И вот они черпали из-за этих книг. Правда, это было хорошее время. На дое никак у меня не вяжется с Пушкиным или Лермонтовым, например. Человек как-то везде себя находит. И есть часть такой жизни, и есть часть такой жизни. Это хорошие девочки. Другой работы у них не было там. Нет, я не говорю, что они не хорошие, они абсолютно прекрасные. Просто это очень тяжелая работа. И когда ты добираешься вечером до постели, то на Пушкина сил не остается. Я лишь об этом. Находили, находили. Особенно, когда ты женщина, доярки в основном женщины. Мы же все хотим любви, хотим чувств. А если, может, даже не хватает этой семье, ну почему об этом не почитать? Почему не окунуться вот на каких-то полчаса вот в ту романтику, подпитаться этим? Вы не скрываете то, что родились в сороковом году, а в сорок первом началась война. И получается, что вряд ли кто-то из родителей имел возможность читать вам слух. Нет, нет. Когда началась война, это быстро-быстро-быстро мы оказались в оккупации. И стали немцы, и они бомбили. И мое все детство прошло в том, что нас быстренько разбомбили, наш дом. И я два года вообще не ходила, не двигалась. Потом мы вынуждены были часто уходить в леса, в болота, потому что бомбежки большие. Я болела дизентерией. Ну, я этого не помню, но мои родители говорили, что, ну, в общем, приговорена была. Ну, и в один день открылась дверь, входит немец в дом и требует у моей мамы. Мамка, дай молока, отдай яйца. Она говорит, я ничего не могу, у меня ничего нет. Вот у меня девочка лежит, умирает, ее нечем кормить. Он через какое-то время вернулся, ушел. И принес мешочек риса и лекарства. И сказал, что у него дома такая же маленькая девочка есть. Но благодаря этому я выжила. И такое было в моей жизни. Все было. Это было тяжелое-тяжелое время. Книга в какой момент появилась? Вы помните эту вашу первую встречу с печатной книгой? Наверное, когда я чуть-чуть начала поправилась, начала ходить. И мама отвела меня в почти там нищую библиотечку рядом. И я помню все эти сказки, которые я начала держать в руках. Все началось со сказок. Вот это ощущение, книги. Вот эти, вот эти. Я быстро-быстро научилась читать. Это вот такая радость, это такое чувство. Вот оттуда оно и пошло, 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 пошло. Но это было уже после окончания войны? Или это были последние военные годы? Нет, это было 45-й год. Ну, мне 5 лет было. А вы всю войну провели под оккупацией, получается? Ну, часть нам удалось приехать сюда, в Санкт-Петербург. Мои все родные здесь жили. И какой-то кусок жизни маме в самом начале войны пришлось здесь пожить. Но потом, когда здесь все стало очень-очень тяжело, маме удалось выехать отсюда опять туда. Потому что отец был на фронте, и мы сами справлялись с этими проблемами. А папа вернулся? Да, вернулся. Детство пришлось на очень тяжелые годы, и очень многое пришлось претерпеть и вам, и маме вашей, и отцу, разумеется. И когда книга становилась этим проводником в другой мир, где мир, именно мир, и где счастье, и где детство, например. Ты уходишь туда, в ту жизнь, и тебе уже легче. И в этом смысле действительно книга как помощник жить. Абсолютно. Абсолютно. Для вас чтение – это что? Как вы отвечаете на этот вопрос? Это очень многое в моей жизни. Но мы все, вот мне часто говорят, ну зачем читать? Ну зачем? Ну, передо мной много людей проходит, много историй. И хотите верьте, хотите нет, я очень часто чувствую, читающий ты человек или нет. Потому что каждый из нас, особенно те, кто не читает, ну где мы, в чем варимся? В своих переживаниях, в своих общениях с своими родственниками, ну с друзьями. Мир наш очень узок. А когда ты читаешь, читаешь умных людей, читаешь хороших писателей, читаешь какие-то жизненные ситуации, ты учишься переживать это, воспринимать, понимать чужое мнение, понимать, как люди поступают в этих ситуациях. Ты развиваешься, и как бы мы ни старались говорить, нам это не надо, но эмоционально ты очень ущербен, если ты абсолютно не хочешь читать и не читаешь это. Ты останавливаешься в своем маленьком кружочке. Телевизор, твои друзья, ну вот сейчас гаджеты, там чего-то почитаю, все. Это сразу чувствуется. Продвинутый человек, эмоционально наполненный человек, думающий человек. Это очень-очень чувствуется. А можно ли привить эту любовь к чтению, и нужно ли это делать? Ну, это, конечно, нужно начинать с детства. Хотя очень многие люди, с которыми я сейчас сталкиваюсь, они мне говорят, мы начали очень поздно читать, мы вдруг поняли, насколько это интересно. Вдруг мы пришли к этому. К этому прийти никогда не поздно. Никогда. Ну, лучше всего, когда семья читает. А вы, например, своей дочери до скольки лет читали? Я ей читала, как только она начала что-то понимать и начала читать. Но у меня дочь поступила в медицинский институт и стала очень хорошим врачом. И она была настолько загружена и погружена в свою профессию, что как кусок времени ей некогда было это читать. Теперь она опять вся в этом. Но теперь она читает английские книги. Она у меня живет в Англии. Она там. Но в данном случае, наверное, не столь важно, на каком языке ты читаешь, если ты читаешь. Но это от нее не ушло. И это в ней развивается и продолжается и с ней. Любая библиотека имеет помещение, где хранится литература, которая дублетная, малоспрашенная. Так называемая, как мы говорим, библиотека – закрытая книга хранения. И если наш читатель приходит и не находит книги в открытом доступе, читатель и библиотекарь не может его там обслужить, то заявка читательская поступает в закрытые книги хранения. Вот мы сейчас в этом закрытом книге хранения находимся. Оно достаточно большое. Всего лишь 150 тысяч книг здесь стоит. Для того, чтобы нашим библиотекарям легко и просто было находить запрашиваемые книги. Вот заказана система таких подвижных стеллажей. Все автоматизировано. Нажимаешь кнопочку, начинает стеллажик двигаться сам. Ух ты! Да. И библиотекарь может заходить в эти пространства. Здесь система стопора тебя не прижмет, тебя не травмирует. Все сделано так, как надо. Это очень облегчает жизни библиотекарей и наших читателей. Я очень прошу вашего внимания поднять ваши глазки и посмотреть на потолок. Здесь система микроклимата, охлаждения, все автоматическое. Абсолютно уникальные окна, которые реагируют на изменения погоды. Если появится первая капля дождя, окна закроются. Если температура выше, они открываются. Это единственное такое помещение в библиотеках страны, которые вот с таким сделаны потрясающим микроклиматом. Просто умный дом. Да, это умный дом. Сегодня некоторые писатели становятся неугодными. И даже некоторые книги изымают из продажи. Как реагируют на это библиотеки? И реагируют ли? Вот сейчас я нахожусь в такой достаточно жесткой истории. Одна из самых популярных, спрашиваем у нас, книг – «Лето в пионерском колстуке». Это совершенно невинная книга, но где есть истории о том, что один мальчик симпатизирует другому. Пионервожатый влюбился в свою пионерку. А другой мальчик поцеловался с другим мальчиком. И все это настолько чисто, не грязно написано. Но вокруг этого разгорелся дикий скандал. Книга маркирована 18+. Она не выдается маленьким деткам. Но наши читатели, увидев это, услышав это, написали письма в прокуратуру. И где сейчас нас будут проверять, может быть, жестоко наказывать. Хотя наказывать не за что. Книга продается во всех книжных магазинах. Она не изъята, она не запрещена. Вот такие случаи сплошь и рядом у нас бывают. Чуть-чуть помнят те годы. Вы, конечно, такого слова не слыхивали. Гор лит. Когда наши фонды очень тщательно проверялись. Не дай бог, ты там кого-то нашел. Какого-то писателя, который сейчас не угоден. Это можно было лишиться работы. Увольнение, жестокого наказания. И мне обидно, что если это возврат к этому, сейчас начнется опять. А вам приходилось за все годы вашей работы в библиотечном деле действительно изымать каких-то неугодных авторов во времена советской цензуры? Кого тогда вам приходилось изымать? Всех, которые у нас на слуху. Я сейчас просто... И Солженицына, наверное, приходила собирать полок. Всех, всех, да. Это жесточейшее наказание было. Куда эти книги прятали? Их прятали или что с ними происходило? Мы должны были списать и сдать макулатуру. То есть Солженицына и Жизними и Шаламову просто... Уничтожено, изъято. Это целые коллекции уходили. Страшно представить. Синявский, Бродский, ну все что угодно. Есть какой-то выход из этой ситуации? Доказывать, говорить, что мы ничего не нарушаем. В этом нет ничего страшного. Это не идет какая-то жесткая грязная пропаганда гомосексуалистских отношений, как сейчас нас пытаются обвинить в этом. Просто нужно держаться и отстаивать свои позиции. Часто не бояться говорить об этом, совершенно откровенно защищаться. В конце концов, если идти дальше по этой логике, то можно изъять из читальных залов всего Оскара Уальда, который... Это что угодно. Сказки «Конек-горбунок» там. А что не так с «Коньком-горбунком»? Ну все, наковыряли и там. Там Винни-Пух, бессовестный гомосексуалист. Винни-Пух? Да, 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 и так далее, и так далее. Это к любому произведению можно прицепиться, препарировать его и найти гадости. Ну, слава богу, еще Винни-Пух. И не мы покрыли позором. Это там, за рубежом его собираются снять. Мне надо, видимо, перечитать Винни-Пуху, потому что мое сознание не выдает ничего плохого в тексте этого произведения. Он кому-то там пытался к своей же половой категории присоединиться. Боже, нет, это просто невозможно. Равно как и придираться к «Коньку-горбункун». Прекрасная же сказка, замечательнейшая катастрофа. Любую сказку сейчас можно препарировать так, что она будет просто нарушением всех правил жизненных устоев и так далее. Сколько вам было лет, когда вы уже начали жить одна? Мне было 13 лет, когда мне отец купил дом и сказал, ты вот здесь будешь жить, учиться и не волноваться, и строить свою жизнь. Я жила одна с 13 лет, вплоть до окончания школы. Простите за этот детский вопрос, но когда в 13 лет закончилась ваша юность, потому что пришлось очень быстро повзрослеть, был ли какой-то страх? Никакого страха не было. Были сложности, трудности. Нужно идти в магазин, купить продукты, затопить печку дровами, приготовить, сделать уроки, убрать дом. Все, все делалось. И, наверное, получилось то, что получилось. Видимо, именно как раз поэтому эта закалка, которая была получена в детстве, сделала из вас ту Зою Васильевну Чалову, которую мы знаем сейчас. Ну, это имеет свои и минусы огромные. Мой муж всегда мне говорил, в себе осталось мало женщин. Это трагично. Вы как-то с этим спорили или вы соглашались? Я пыталась меняться и работать над собой. Все-таки должность руководителя накладывает на женщину определенный отпечаток. Наверное, мне кажется, но, наверное, мой коллектив подтвердит, я больше либералка все-таки. Я не жесткий руководитель. Я прошла через колоссальную жизненную школу, через очень многих руководителей, иногда справедливых, несправедливых, жестоких. И я всегда знаю, когда это больно, когда это очень больно, когда это унизительно. Я никогда эти принципы не притворяю в свою руководящую деятельность. Никогда. Какую роль сегодня играют библиотеки и к чему библиотеки должны стремиться? Потому что вы как раз все годы своей службы говорили о том, что библиотека – это условно храм культуры, и за библиотеки нужно драться и сохранять их. Если бы вы меня спросили, что самое такое ценное в нашем мире, что самое дорогое, самое дорогое стоящее – это информация. А мы, как объект именно поставки информации, как устроиться на работу, какие законы, что такое пенсии, как выйти на пенсию, какие налоги, какие предприятия существуют. Ну вот весь спектр вопросов, которые интересуют вас, у нас это все есть, и вы идете к нам за этим. Куда поехать, какие лучшие места, какие экскурсии, какие достопримечательности. Все, 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 я могла бы час перечислять того, что вы в чем нуждаетесь, и мы готовы в этом помогать. И лечить вашу душу благодаря художественной литературе. Лечите вашу душу приходом к нам, тем, что вы здесь можете расслабиться, что многим нравится работать вот в таком сообществе, в компании, когда ты не одинок на своей кухне. Образовательная роль, информационная роль и вот такая роль, лечащая ваши души. Вот три таких постулата, поэтому библиотеки никогда, никуда не исчезнут. Какой помощи не хватает сегодня в библиотеке для того, чтобы в полную мощь осуществлять все эти функции? К сожалению, если мы будем говорить о России, не везде библиотеки опекаемы, уважаемы и обласканы. И хорошо снабжаются финансами. Где-то около пяти тысяч ежегодно библиотек закрывается, сливается. Их превращают в такие смешные структуры, отдают домам культуры, каким-то социальным службам. Вот в целях оптимизации их просто уничтожают. Годами не комплектуют. По пять-шесть лет библиотека не получает ни единой новой книги. Хотя министерство сейчас культуры старается. Есть специальная программа создания модельных библиотек. Ну, это где-то 250-300 библиотек реконструируется. Это капля в море. Что касается нас, Санкт-Петербурга, ну, у нас очень уже такой имидж. Он со мной просто не хотят связываться, спорить. И мы делаем столько хорошего для города, что нам стараются просто помогать. Вот я неправильно сказала, что со мной не хотят связываться. Они уважают библиотеку. Потому что мы ничего пустого не делаем ради красного словца, и для того, чтобы какой-то яркий проект затеять, который не нужен нашим читателям. То, что мы делаем, это делаем во имя населения. И поэтому Комитет по культуре изо всех сил нас поддерживает. Если вот нам дают 34 миллиона рублей на пополнение наших книжных фондов, это очень неплохая цифра. Мы имеем 740 миллионов бюджетных средств. Это тоже очень хорошее средство. Два миллиарда рублей потрачено на реконструкцию. Около миллиарда будет потрачено на реконструкцию соседнего здания. Я не могу жаловаться. Я могу только сказать спасибо. Правда, вот этот проект реконструкции этого здания, он очень тяжело дался. Очень тяжело. 20 лет хождений по различным станциям и убеждения, что нужно в Санкт-Петербурге иметь хорошую, красивую центральную городскую библиотеку Маяковского, ну, все равно совершился. Это очень-очень важно. Да, но это два десятка лет жизни, здоровья, силы, нервы, слезы, я так полагаю. Да, безусловно, безусловно. Особенно в последние годы это было очень тяжело, очень тяжело. Но я очень благодарна Валентине Ивановне Матвиенко, которая, уходя, подписала распоряжение о реконструкции этой библиотеки. А у вас нет опасения, что когда вы сложите в себя полномочия и уйдете уже отдыхать, наконец-то, да, то, с чего мы начинали, что это перестанет работать настолько эффективно, потому что неким гарантом служило всегда именно ваше имя? Ну, так мне иногда говорят люди. Ну, а что мне остается? Тоже верно. Что мне остается? Иногда у меня появляются какие-то мысли. А вдруг мне начнут еще вот готик, скажут, еще поработать. И что я буду делать? Нет, я себе говорю, ты должна быть мужественная. Уходи. То есть, если попросят задержаться еще на годик, вы будете стараться все равно уйти? Ну, я не знаю. Но мне кажется, что 90% я скажу, я уйду. Я просто боюсь того состояния и тех разговоров, когда у человека засиделся и говорят, ну, что это вот сидит и сидит, вцепилась, как Нэнси Пелоси. Я не хочу быть ею. Честно. Которая вцепилась в Тайвань и в эту поездку. И сотворить вот такой второй Тайвань. Это, наверное, все-таки возрастное. Я не знаю, как вы, молодежь, к этому относитесь, но это смелый ее поступок. Конечно, не представляю библиотеку Маяковского без вас. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что вы заслужили уже это право. Не знаю, выращивать огурцы на огороде или читать книгу, никуда не торопясь ежедневно. Все будет нормально. Все будет нормально. Нужно держаться. Вам, наверное, сейчас будет смешно, но я сейчас читаю «Война и мир», которую я в детстве пыталась войну все время пропустить. И сейчас я себя заставляю это сделать. И говорю себе, ты должна это сделать. И наслаждаюсь вот слогом, описанием. Потому что ты устаешь от предложений, состоящих из двух-трех слов наших современных авторов. Я читаю сейчас «Война и мир» Толстого. Никто, наверное, не может поверить и говорить, она лукавит, она пытается сказать какие-то красивые слова. Но это так. Я сейчас сразу же подумала про небо князя Андрея, то есть конечно. Да, да. Вы помните, когда он упал, раненый? Я читаю разные литературы, разные. Но когда устаешь и хочется чего-то такого серьезного, успокаивающего, я берусь за классическую литературу. Зоя Васильевна, спасибо вам огромное. Я желаю, чтобы вы не жалели ни о каком своем решении, чтобы вам удалось отдохнуть, пожить для себя. Я не буду лукавить. Я еще раз говорю, я буду страдать, но я постараюсь справиться. Не хочу врать и говорить, как я счастлива, когда я уйду. Мне будет тяжело. Буду плакать. Ну, что делать? Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok